Всем привет, добро пожаловать на канал. Ну что ж, это экспериментальный выпуск, а другими словами, подкаст. Давайте посмотрим, что вас будет ждать в этом подкасте, а потом поговорим вообще, для чего я решил это сделать. История, как нас ограбили в Мозамбике, в Мампу. Глаза кровью, налитые. Он такой, на меня смотрит, берет и думает, что-то купил и разбивает. Ну, меня всегда интересует... Ну, а про твои идеи, я понял, тебя вдохновляет вообще. Чарли идет, и тут один пацан просто его хватает, с ножом его присаживает на такой высокий бордюр. Меня приняли в Сибу в Дамаске. Какая страна на тебя произвела максимальное впечатление на текущий момент? Индия. Чем у нас жизнь зарабатываешь, что делаешь... Ну и ввиду того, что мы с вами не так часто видимся, а серия моя выходит раз в полтора-два месяца, возможно, вам будет интересно понять через подкаст, кто я и вообще, какие у меня взгляды и какие мысли. Ну, как-никак, вы на меня подписаны, за что я так много благодарен. Поэтому это неплохой формат. Сразу говорю, что я подкастами заигрывать не намерен. Все-таки мой формат – это travel-блогинг. Возможно, с кем-то я еще и запишу подкаст, но это не основной акцент. Подкаст получился на три часа. Я его сократил, на мой взгляд, как мне казалось, логично и интересным. Большую часть оставил Женя, поскольку, как-никак, он подкастную будет свою вести. И вы на меня можете посмотреть на его канале с его взглядом и с его подачей. Возможно, говорю, что же что-то для вас интересное. Так что рекомендую подписаться. Ссылка в описании. И также, ввиду того, что подкаст был первым, как у меня, как и у него, я иногда на его вопросы отвечал, как ненастроенный чат-бот. То есть, вроде бы, отвечал, но ни черта не по делу. А он иногда, в свою очередь, задавал мне вопрос, сам же на него отвечал и на базе этого ответа задал мне новый вопрос. Поэтому, как бы, сам с собой пообщался. Поэтому очень много, что было необходимо было нарезать, подрезать. И подкаст у нас длился аж два захода, целых два дня. Поэтому материала много. Даю вам собственное видение, свою выжимку этого подкаста. И еще раз повторюсь, у Жени на канале вы можете увидеть другую его часть или, возможно, тоже, но с другой подачей. Приятного просмотра. Нет, тогда было... Ну вот, смотри, я уже записка сидит. Вот, да, хорошо, да. Ну, пусть вот так. Ну, видишь, я причем немного... Ну надо, оп. Нормально. Ну что, всем привет, добро пожаловать. Это первая альтернатива. Вы можете музыку выпить? Нет, мы не говорим еще. Да, давай, вырублю. Ну, а ты что? Ну, давайте... Я нормально. Не, ну, я понятно. Ну, носишься, то есть, вот видишь, уже какой-то пошел формат. Что дальше? Что-то будешь сам? Микофон. Да. Женя... Мне нравится говорить. Я вот с удовольствием... Ну, будешь что-то отображать, что-то там снимать или ты все-таки хотел бы резюмировать о поездках? Ну, скорее так. Скорее резюмировать просто. Мне больше... Причем, ну, вот мы с тобой как-то так плавно скользнули, да, в тему более глубокую, да, и такую объемную, шире путешествий, да, в таком смысле. Да. И вот, знаешь, мне... А мне кажется, через такой формат это легче передавать, да. И мне, во-первых, очень нравится разговаривать. Прямо. Я вижу, да. 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 Возможно, иногда слишком быстро я говорю, но в целом. Вот. То есть, такой какой-то формат. Причем очень же много всякого интересного есть, что можно обсудить. И, ну, при том, при всем, что, видишь, у меня такой багаж значительный и в плане путешествий, да, и в плане какого-то поглощения информации, было бы здорово ее, знаешь, так, как два астероида сталкивать с какими-то, ну, другими там интересными телами. Ну, то есть, это будет сейчас приглашение следующего блогера. Студию, так сказать, назовем. Блогер в студию. Сейчас ящики выносят. То есть, я уже завангую, я представляю, кто следующий будет, а вот через следующий. Не знаю, посмотрю. Да, то есть, ну, это пока. Или это просто, вот ты куда-то приехал, съездил, какой-то видеоряд, закадровый голос или ты пока еще не слышишь? Да, не знаю, да, планов как-то нет. Ну, посмотришь, как будет. Да, посмотришь, да. Да, да. Да. Понял. Какая страна на тебя произвела максимальное впечатление вот на текущий момент? Индия. Там ты вообще погружаешься совершенно в какую-то, ну, такую враждебную среду и причем это для многих такая замечательная проверка вообще на, ну, на стойкость, может, и вообще на вот эти вот именно черты в характере, которые для путешественника ключевые. Ну, то есть, во-первых, они, конечно, пытаются тебя разводить. Вот. Во-вторых, грязно. То есть, они вот это самое, это чистоплод. То есть, конечно, это прям такая отдельная тема. И, в-третьих, ну, что, наверное, самое главное, они как-то совершенно по-другому мыслят. Да, вот нутром я абсолютно это чувствую, потому что абсолютно магическое место. Ну, вот, по крайней мере для меня. Позволяющее тебе пережить вот этот самый путешественнический опыт. То есть, ты окунаешься просто, ну, в какой-то вот, на поездах, когда ездишь. Там, я не знаю, идешь по рынку, когда вот эти все на тебя там, ну, виснут как-то, вот эта вся среда. И, ну, это не то, что дно мира, но это вот какая-то прямо жизнь максимального вот ее проявления, выкрученная прямо вот до упора. И ты со всеми своими какими-то, знаешь, предыдущими, ну, какими-то установками и наработками в голове, ты такой погружаешься, типа, да я же вот белый человек, там, я же вот думаю так, а нет, вот такая, миллиард там, с лишним людей живут вообще в каком-то, что-то, что тебе кажется нормально, для кого-то дико и наоборот. То есть, ну, опять же, мы все проходим, да, через какие-то этапы понимания вот этих вещей. И вот, в первую очередь, понимаешь это там. И вот это вот само по себе жизнь, и вот это, ну, есть само по себе путешествие. Доступно объяснить? Ну, да, да, да. В Варанасе познакомились с чуваком. Вот. И он такой, значит, сначала долго-долго рассказывает, я учусь принятию. Ну, вот эти, знаешь, ну. Да, да, да. Дополненный рост, принятие, вот это вот люди-то рассказывают. Да. А потом, чувак, значит, там ганг и на лодке катают. И, значит, мы взяли на лодке, типа, там что-то, сколько-то денег заплатили. И вроде как час подразумевался. Он нас полчаса повозил, вернул. И тут прямо, ну что, сука, там, блин, блин. Знаешь, я говорю, успокойся, ты же только что предприятием. Просто, блин, ненавижу, когда меня, ну, ебывай, знаешь, что такое. И это чувак. Мир не по-моему. Да, да, вот. Искрит. И вот, кстати, очень хорошо, что ты сразу сказал, мир не по-моему. Мир никогда не по-твоему. Абсолютно. Он, мир не по-твоему, он просто ты. И все. Отражение внутреннего себя. Ну, абсолютно, да. То есть, вот какой ты такой. Считаешь страны? Да. Ну, я считаю, нужно быть и желательно переночевать. Где это возможно? Ну, например, Ватикан. Но Ватикан не страна, опять же. Как вот? Ватикан не страна. Самая маленькая страна. Не, не. Ну, смотри, вопрос, что считать страной. Вопрос, что считать страной. Среди профессиональных путешественников. Среди людей, которые считают страны. Ну, есть сайт, например, такой самый авторитетный. НОВАДМАНИЯ. Есть список ОН, ЮЭН и ЮЭН Плюс. ЮЭН – это 193 страны. Куда Ватикан не входит. Вообще, в ООН – это 193 страны. Участник, члены ООН. И два еще… Ватикан и… Сан-Марина, да? Нет, и Палестин. Нет, Сан-Марина страна. А Ватикан и, по-моему, Палестина, как раз они, типа там, какой-то у них спецстатус. То есть, по идее, 193. Ну, вот по списку ООН с каких стран ты был? 92. 92. Ну, по списку ООН… Примерно. Мне надо… Ну, 57 – это точно минус… 20. Это минус что-то. Ну, да. Это будет чуть-чуть поменьше. Ну, чуть-чуть поменьше. Ну, я думаю, на страны, наверное, две. Две. Ну, вот я прочитал Ватикан. По большому. Ну, тоже неплохо. Так-то. Ну, так, да. Нет, ну, подслушай. А если ты живешь в Ватикан, ну, и ты просто в детском хоре там. И ты там спишь. Я бы тебе не позавидовал, если ты в Ватикане, в детском хоре. Ну, да. Из копы сделают пещеру. Значит, да. Ты, ну… Куди. Ну, ладно. Как бы, потенциальный участник какого-то скандала в будущем. Где ты там будешь с квадратиком. Интервью давать. Ладно, да. Со слезящими. Такая шутка, конечно. На любителя. Да, да. На любителя католиков. Ладно. У тебя в контенте… Естественно, все… Ты можешь проявлять только себя, да. Вот как вначале говорил, что ты подстраиваешься, да. Но в итоге это понятно, что будь на верной страны. На верной страны. Это понятно как бы мне поскольку в теории. Но в итоге мы все проявляем себя через там, условно контент в широком смысле, да, через то, что мы делаем. И, естественно, такие вещи, как музыка, как отсылки культурные на кино, ну, на историю вставляем. Ты вставляешь тоже? Вот какие именно? Что тебя вдохновляет в этом плане? Вообще, вот в плане скетчей, в плане выбора? Ну, меня всегда интересует… Ну, а про третий, я понял, тебя вдохновляет вообще. Ну, да. Интересно. Кстати, вот я хотел бы еще чуть больше раскрыть. Я бы, собственно, съездил в Южную Африку в Варанию. Это прям городок, где живут белые и вот строго никого не пускают из чернохожего населения. Просто отобразить, показать. Интересна вообще современная история 20 века. Ну, то есть я там не углубляюсь в какие-то там князья и рюрики и все остальное. Ну, понятно, это не живое все. Ну, это не живое, а то, что вот было вот буквально недавно. Это то, что, грубо говоря, век наших отцов и дедов. Да, и вот это меня крайне интересует, потому что всегда есть наложение на текущее общество. Ну, да, отголоски как-нибудь. Отголоски. Понятно. Вот мне вот, допустим, интересно было бы отснять Родезию. Именно Родезию. Южную Родезию. То есть Зимбабве. Вот как? Ну, там понятно, что Мугава пришел там. Ян Смит. Ну, да, да, да. Конечно. Ян Смит, конечно. Ну, мне интересно это показать не в плане, что я какой-то щуплый расист, который сидит здесь там, да, и что-то там тихо-тихо проталкивает. Ну, ты громко проталкиваешь. Ну, это некая моя объективность. Вот так я воспринимаю. Ну, это ты. Да, безусловно. Нет ничего объективного, потому что мы с ним. Да, это просто ты проявляешь через это себя. Я не расист, у меня друзья. Ну, китайцы. Друзья расисты. Да, да. У меня друг китайцы, у меня чернокожие друзья. И вот, допустим, касательно того же апартеиды, ювара, ну, все в один голос говорили, что действительно там существует зеркальный, потом название поменял, спасибо, с твоей подачей обратный расизм. Ну, и у каждой страны, как я считаю, должно быть национальное самосознание, это однозначно. Ну, поэтому ты и едешь в страну, чтобы что-то подчеркнуть для себя новое. Но не в плане, там, знаешь, там, знаменам выси, всех остальных, то есть куда-то там вычистить и так далее. Ну, национальная особенность, скорее. Национальная особенность, нет, ну, осознание, ну, это нормально. Просто это почему-то сейчас начинает говорить, что это вот, это все национализм, это все нацизм. Нет, ну, как бы, видишь, национализм все-таки заездили слово, да. Абсолютно. Его применяют, в каждой бочке затычка. Ну, конечно, да. Что противоположен национализм, либерализм, да, то есть… Это коммунизм, мне кажется, это противоположность. Это когда все, это солянка… Нет, ну, смотри, альтернатива этому закону. То есть, когда, знаешь, есть, условно, отталкиваются люди от национальности, это одно. А когда отталкиваются от закона, перед которым все, по идее, должны быть равны, это… То есть, вне зависимости от национальности. То есть, вот… Законы-то и везде были, даже при самых жестких режимах. В том числе и при полпоте, на секундочку, да. Ох, чувак. А законы были… Ох, чувак, да. Да, поэтому тут не совсем… Нет, ну, я больше говорю про… Все-таки это идеология, как на мой взгляд. Нет, ну, безусловно. Идеология, это, конечно, в каждой… И идеология бывает очень часто, она бывает очень плохая. Да, ну, с перегибами, безусловно. Конечно, конечно. И тут, скажем так, возможно, появляется вопрос с аудиторией, а какой режим тебе по духу? Да никакой, такого не было. Да нет, знаешь… Не было… Вот я не могу сказать, вот при этом царе-батюшке или при этом человеке было хорошо, и вот так надо копировать. Нет. Интересно, вот для меня это все-таки было открытие. Я никогда не интересовался, вот как жили белые в Африке. Не в плане вот там Леопольда, Конга, вот когда это было… Ну, вообще, то есть, считайте, вотчина… Сердце тьмы. Да. Ну, а когда ты понимаешь, а там реально жили в 70-е, в 60-е годы, и как… И англо-сакский мир давил ту же Южную Африку, ту же Южную Родезию, и как Советский Союз. И это что-то была как третья сила, которую задавили и уничтожили. Слушай… Интересно. Просто интересно. Суперинтересно, я бы сказал. То есть, вот… Причем… Прости, не освещено. Да, да. Не освещено. Не освещено в массовом каком-то сознании. Потому что все уже привыкли, все. Африка, чернокожие… Да, да. Черная дыра какая-то. Но мы были в Ботсване. Представляешь, страна Ботсвана. Это вот ряд Зибавы здесь в Замбии. Вот. И… Поселились мы там в домике в таком. И, значит, приходит чувак. Владелец этих домиков. Такой, знаешь, эти… Гольфы натянуты по колено. Такой, ну… Знаешь… Какой-то седой, знаешь. И такой солидный… Мы, значит… Ему… А как вообще страна? А причем произвело впечатление. Прям приятная страна. Она небольшая, оказывается. Ну, что-то там… 5 миллионов человек. Ну, то есть, она… Относительно вот этих вот. Вот. И такая достаточно приличная. Он говорит… Она получила… Почему, говорит, здесь нормально? Потому что, говорит, она управлялась напрямую из Англии. То есть… А, вот вспомнил фразу. В этом… Житие Брайана было. Монти Пайта. И там было, значит… Что… Мы прогоним проклятых этих римлян, проклятых оккупантов. Что они вообще нам хорошего сделали? Ну, построили дороги. Ну, ладно. Хрен с ним с дорогами. Прогоним проклятых оккупантов. Что они вообще нам еще сделали? Построили университеты. Прогоним проклятых. Ну, знаешь, вот такое. То есть, при всей, естественно, такой негативной коннотации вообще политики колониализма, безусловно, вытягивания ресурсов, это никто не отрицает. Но при этом, понимаешь, оставили рабочие институты. И есть… Читал какое-то исследование. То есть, из стран, которые… Страны, которые первые получили независимость, они живут хуже всех. Либерия. Первая, кто вообще независимая страна Африки. Ну, вот. То есть… Или та же самая Зимбабве, да. То есть, условно, оставляли институты, которые… Но они не работают. То есть, это карга-культ получается. Как бы институт, там, знаешь, судебный, там, какие-то, знаешь, юстиция. Вот это вот все есть. Но, в итоге, когда это наполняется непрофессионалами… Я к тому, что рая нигде не будет. И вот в чем фишка. А большинство… Особенно, когда вот это пошла политика независимости… Которая, опять же, национальная тема… Пещерный национализм вылез. И что первое сделали кенийцы, когда получили независимость? Они большую часть начали сжечь заводы. Ну, да. Начали, ну, уничтожать то, что было белым построено. Я не говорю, что это хорошо и плохо. Ну, это как бы… Ну, наверное, для них печально. Нужно посмотреть просто, ну, к чему пришло. Кстати, есть интересное… Опять же, я не разжигаю, просто… Это интересно, с чем поделиться, да. Итальянский режиссер снял документальный фильм. Это года 70-е. «Прощай, Африка». И там как раз очень сильно отображается отступление… Где он стоит рукой вот так машет полтора часа. С Михаила Светлова, да? Да, да, да. И там как раз показывается, как Кения обрела независимость. И еще ряд каких-то стран, он сейчас уже не вспомню. И показывается… Ну, итальянский режиссер был такой, он еще национально ориентирован. Он еще был сочувствующий… Сержу Леону. Не помню, не знаю. Ну, что ты мне сейчас дай сказать, да. Ну, и там прям, знаешь, так… Ну, я не могу сказать, что правду матку показывают. Тут же какую-то вычурность показывали, что ну вот, мол, смотрите, какие плохие и какие белые хорошие. Это опять же без оценки. Да нет, ну, это… И там как раз показывали… Важнейший из искусств. Оплот… Оплот… Показывается, что вот оплот Южной Африки. И там показывают белые серферы в Дурбане, подбегают с этими… С досками, ну, и так стоят. Ну, в общем, так… Немножечко… Ну, понятно… Лени Рефенштайль, да? Ну, да, да, да. Так и с шарами белые… Ну, белые серферы в Дурбане, конечно, тут… Ну, забавно, интересно и любопытно. А это сейчас все сразу же… Нет! Нет! Вот это ультралеватский либерализм, который тоже говорит… Нет, да просто посмотрите, сравните… Ушли куда-то мы, да? Да. Нет, сравнение об этом… И интересные путешествия, да. И это к тому, что вот это… Нужно… Ну, в моем случае я всегда тоже учитываю контекст современной истории, как это отображалось. Ну, да. С теми же людьми, когда ты общаешься, ну, ты офигеваешь, на это другие люди. Особенно, когда ты их… Вот, когда я увидел… Блин, первое, что сбросилось в глаза – это суровый взгляд. Знаешь, вот русских напоминает. То есть, не улыбается человек, он на тебя посмотрел, вот эти песочные шорты, вот эти носки, песочные сапоги, здоровые, и они там живут, эти белые пикапы, и они там живут. И это… Они также претендуют тотально, что это их тоже земля. Ну, давай так, 400 лет прошло, чья это земля? Ну, вообще, я считаю… Ну, нет, можно тогда улыбиться, сказать, что турки пошли вон из Стамбула. Да, это бывшая Византия, Константинополь и так далее. Да, да, это все… Поэтому, вот это интересно. Нет, очень интересно. Это не раскрыто. Входя к теме безопасности, да, ну, история, как нас ограбили в Мозамбике, в Мапуту. Петька снял гостиницу, ну, как обычно, такая жесткая такая гостиница, у меня в номере дыра какая-то была в стене, в общем, такая, знаешь. И мы, значит, вечером что-то подбухнули, пошли, нас четверо было. Я, вот Петька, Леха эстонец, здоровый такой парень, и Паша Узбек. Ну, Паша Узбек, маленький… Маленький Узбек. Ну, маленький русский Узбек. Ну, вот. И подбухнули, и что-то пошли, в общем, по барам, ходили-ходили, какие-то там, такие злачные места, и выходим, часа, наверное, в 3-4. Я выхожу, сейчас потолку пива, и нам идти до гостиницы, там, ну, я не знаю, километр, недалеко. Идем, что-то болтаем, на улице никого нет, а там, причем, днем был где-то гостиница, днем был рынок, народу до хрена. Ночью идем, ни одного человека, вообще никого нет. И, значит, мы идем четверо, и, значит, когда мы выходили, смотрим, сзади чуваки какие-то идут, 4 негра. Причем такие, не небольшие. Ну, вот. И один как-то так обгоняет, начинает так потихоньку вперед нас заходить. И Петька тут такое, типа. Ну, причем мы шли, там какая-то, знаешь, колониальная архитектура, вот эти, как арки такие. Ну, и швабра какая-то лежала, он схватил швабру. Ну, видимо, я не знаю, то есть, то ли улететь, то ли как-то отбиваться. Я, значит, начал бы крутить-то такой. Какой-то молд. Донателло. Путь как Донателло, да. Вот. И там, бежим. И что-то побежали, тоже палку он бросил. В общем, мы все побежали, а что-то такие-то подпившие. Я еще с пивасом такой, но спортсмен. И вот мы бежим, Леха прямо дальше всех. Уже он там, уже в гостинице. Петька что-то там впереди где-то бежит. Мы где-то с Пашей примерно на одном уровне. И этот догоняет, и еще трое сзади. И он, короче, хватает Пашу за капюшон, хотя он бежал. Ну, вот где-то вровень со мной. И я такой думаю, ах ты гад, сейчас я... Дам тебе пиво побить. Да, да, да. Дам пиво. Ну, лови. И я как-то, значит, в него бросаю это пиво, попадаю. Он у него тут оборачивается. У него такие, как глаза кровью налиты. Он такой на меня смотрит. Он берет эту, короче, бутылку пива, разбивает. И они втроем прямо, знаешь, как вот, абсолютная такая... Ну, аналогия с... Гиенами. Да, они набрасываются, короче, на Пашу. Хватает как-то. Ну, он за капюшон хватает. Ноги бегут дальше, а Паша летит назад. Вот. И, значит, эти двое убежали. Ну, я стою. Этот, как бы, стоит между мной и Пашей. С бутылкой, типа. Я там, типа, стоп-стоп, хелп-хелп. Как бы, ну, то есть, а что я еще могу? Никого народу нету. Эти, значит, троем обступили Пашу. Что-то у него тут по карманам. Вот. Какая-то такая тема. Причем, значит, я руками машу. Одна машина ехала мимо. Она, значит, заворачивает к нам. Так, значит, посветила фарами. Я такой машу. Она такая, не, ну, нахер. Развернулась, короче, упилила. Вот. И потом, что-то они, в общем, у Паши там вытащили. Ну, как он рассказывает, он, значит, руки в карманы. Ему бам в глаз. Он, ну, лицо закрыл. У него там, он зачем с собой взял? Там, типа, 300 долларов, что ли. Вот. У него, значит, деньги и телефон вытащили. Ну, вот. И паспорт. А у нас были паспорта, потому что там полиция проверяла и сразу взяток просила. Вот. Ну, страна, прекрасная. Езжайте всем на забиг. И нас, значит, ну, они паспорт, паспорт, паспорт. И такие, типа, все, мы оставляем паспорт. Потому что, ну, это, видимо, какой-то другой уровень проблем. Ну, то есть, очевидные вещи там даже эти понимают. Вот. И дернули. Тоже, опять же, после этого писали все. Типа там, что вы там спина к спине не встали там отбиваться. Ну, опять же, оружие мы не видели. Ну, то есть, если не считать бутылку вот эту разбитую. Ну, как бы фиг знает. То есть, ну, мы не на своей территории, да. Ну, и к чему это все? Вот. И в итоге Песка, причем, где-то упал еще палец. Ну, порезал палец. У него кровища какая-то была такая. Не знаю где. Ну, это все, в общем, там 30 секунд. Ну, то есть, если представь. Вот. Это единственное там за весь мой, знаешь, большой опыт путешествия. А так было у меня то, что воровали. Ну, там, у меня, например, самое обидное. У меня в Буэнс-Айресе украли ноут. Я пошел там на танго-шоу, оставил в хостеле, значит, заряжаться. Ноут на кровати возвращаясь зарядкой. Торчит ноут и нет. У меня там фотки все. Ну, вот. Ну, это, знаешь, опять же, ну, то есть, это, как бы, с одной стороны и совет, да. С другой стороны, как бы, в чем совет, если, ну, то есть, у каждого свой опыт. Ну, нехер шататься в 3 часа ночи с тремя сотнями баксов. Ну, конечно, да. То есть, ну, common sense. То есть, просто здравый смысл. То есть, ты как-то в голове держи и не расслабляйся. А с другой стороны, знаешь, вот у меня такое объяснение Ну, ты же у мира что-то берешь, ты же ему должен что-то отдать. Ну, и поэтому. У меня, кстати, вот про Барселону, да, где я жил. Кстати, не знаю, может, твои знакомые какие-то у нас с телефона стащили на улице. То есть, я не знаю, видишь, это как скрытое хищение. То есть, мы шли тоже с товарищем, там, поддатой, такие, ночью. И что-то чуваки такие, трое. Кто-то, откуда, чего. И один такой. Я, значит, с одним впереди пошел. А мы, и опять же, знаешь, открыт миру, там, все, ну, типа, о, прикольно, местные. И один такой, знаешь, говорит, Барселона. Я говорю, знаю. Он такой, там, любишь, говорит. Я говорю, да. Месси, знаешь, я говорю, знаю. Он такой, он говорит, смотри, вот так вот подкат делает. И он мне, ну, вот я иду, и он мне вот так и подбивает. А потом я понял, у меня здесь лежал телефон. И он, короче, его подбивал, видимо, ну, вверх. И я такой, что-то, знаешь, в какой-то момент, он трется, трется. Месси, Месси, говорит. И потом Мы такие, типа, да это уже напряжная тема Типа, идите нахрен Они такие, все, все, ладно, уходим И мы потом идем, такие, слушай, а сколько времени Я такой, раз, в карман, нет телефона Я говорю, да, ну, а у тебя что, телефон Он такой, а мне, блядь, тоже нет Ну, и вот, короче, у нас Когда мужик трется Об вас, имейте в виду, что Спроста Да, и если только это не Месси Либо гидеры они все Да, либо футболист Месси можно Ну, а у тебя, ты тоже говорил, что тебя чуть не убили Держи ты трубку мира У меня было две истории Первая история Меня приняли в Сильне, в Дамаске Это вот, это расскажу чуть позже Ну, а самая такая, ножевая история Это была в Юханнесбурге Рекомендую посмотреть мою южноафриканскую серию Там я про это рассказываю Но чуть-чуть приврал Стыдно Стыдно, но приврал Хотелось как бы себя больше чуть-чуть А что ты там, отстреливался прямо Нет, нет, там была история такая Мы, ну как, травл-блогер Это Юханнесбург, да? Юханнесбург, да Травл-блогер начинающий С Петей начал Ну и там, ну, ваша вот эта тема Поехать в опасные районы Ну как, поехали мы когда-то там Посмотреть В опасные районы Поехали мы в опасные районы Там, в Польше, в Варшаву Ну что там, ну там, ничего Ну да, какие-то просто То есть дома ветшалые Ну и люди такие более, знаешь Об ветшалые Об ветшалые С полшими лицами, знаешь, вот такие Ну, которые там смотрят на тебя Думают, как с тебя бутылку содрать Покели, которые в свое время Ну как бы так С носами, с ушами Некрасивые люди Да, да, да В район с некрасивыми людьми Да, да Так Ну вот, я думаю И тут, понимаешь, тут проблема Вот опять же Проблема всех этих Увеселительных моментов Ну как, Чарли, он просто любитель Он растаман И у нас утро начиналось Зеленого кофе Ну вот А я как бы не мог отказать Это где пророщенные, да? Вот эти зерна Да, пророщенные зерна Которые растут 3 месяца примерно Да И потом ты их пьешь Может, да? Нет, стрижешь аккуратненько Да, да И завариваешь Да, да Ну, ну Как бы утро началось С хорошего кофе И это был последний день В Йоханнесбурге По большому счету Мы ничего не сняли Ну так Походили Ну как жрачку там Туда сходили Туда Я говорю Братан Нужно нам поехать в гетто А я не понимал Что такое гетто Что там страшного Ну бедные люди живут Я не понял, что такое Ну не знал, что такое гетто Ты не знал, что такое бедные люди? Да Я не знал, что такое бедные люди И некрасивые Понятно В Барсионе жил 10 лет Ну а дружище мой Ну, что он там Обдолбанный до последней степени Сидит размотан И он такой Yeah, man Let's go Let's go Let's do it I'm done for it Ну, ну, поехали Все, класс Все, взял камеру Все, то есть Ну, полностью вооружился Едем Едем на такси Ну, словим такси Говорю Привези нас самую жопу Привозит он нас В район Забыл, как называется Это Понтеи Таура Или Фонтеи Таура Забыл название Это высокий небоскреб Который был построен В 70-е годы И внутри он полый Там его захватили Когда была протеидру Там сделали Суперклаку Мусора достигал Четвертый Да, я слышал Кстати Интересно Вот, мы пошли туда Экскурсию, к сожалению Нам там не дали Потому что надо было записываться заранее Плюс ковидные ограничения Ну, мы так Походили Его поснимали Чуть зашли внутрь И Ну, и все На этом как бы Тоже Ну, опять Контент ни о чем Выходим То есть вы даже не стоите ли никого? Ну, в нас С какого-то, наверное 20-го этажа Кинулись Каким-то пакет И там какие-то камушки были Приземлилась Это прям Ну, где-то В пяти метрах Это у меня на видео заснято Прямо То есть я думаю Если это в лоб попало Ну, то есть у тебя просто Колпак протек Как-то агрессивно было Ну, дружище мой Говорит Слушай, а давай Расп***ься Здесь классно Ну, думаю Ну, давай Че, расп***ься Ну, опять Тут у тебя еще Полностью Твой разум Затуманило Так Ну, б***ь А что делать? Ну, все Давай такси вызываем Потому что вечером В аэропорт Летим мы в Кейптаун Выходим А там сидит парьек Ну, просто какой-то Чехлица Ну, что-то Чехлица Ну, вот непонятно Что-то он типа Копчилит Ну, может что-то продает Может, ну, просто отдыхает Ну, вот среди такой помойки Сидит один И Чарли такой О, братан А если у тебя Что-то там вот Зачем? Китаец компанийский В общем-то Да, давай поболтать Поболтать Ну, телефон Новые аэроподсы А наверху Там такая возвышенность Там стоят А тот такой смотрит И у него сразу ценник Там сразу И когда пацан Полез под дерево Достал пакет У этих просто было Вот Я сейчас смотрю Я на это обратил внимание Какая-то фигня Потому что Очень напряглись И забегали Один спустился Мимо нас Прошел Потом что-то еще Какая-то Какая-то неразбериха пошла Ну, так Может, наоборот Разбериха Как бы Ну, да Да Тактика Включилась программа Ну, да Понятно Включилась программа И перед нами Стоял такой момент Направо пойдешь Будет все безопасно Коня потеряешь Налево Ну, тебя нахлобучат Почему? Потому что Если мы пойдем налево Там была такая дорожка И, в общем Ну, то есть Никто бы тебя вообще Не увидел И, к сожалению Убер приезжает Налево И он такой Все Все, давай, братан Идем А купил Денег отдал ему? Он не купил Нет Потому что у него Вот так Он уже завален был Ну, а за пакетом-то За каким он полез? Пацан достал пакет Он посмотрел Он говорит О, классный У тебя тракан Молодец Ты крутой пацан Ну, дебилизм Ну, просто вообще дебилизм И мы пошли К такси И один уже парень Уже стоял с другой стороны Нас уже пас Два парня А один наверху стоял Ну, мы идем Я чувствую Вот за спиной Знаешь, что Когда вот эти инстинкты Самосохранения включаются Паучие чутье Да Чувствую Что-то что-то не так Чарли шел впереди Где-то в пяти-шести метрах От меня Потому что он шел Смотрел где-то тубер И я Ну, так Ну, скажем так Подтянуто шел Но все равно Так мазало Идем мы И слышу За моей спиной Что-то там На каком-то языке Какие-то крики И Чарли идет И тут один пацан Просто его такого Хватает С ножом его Присаживает На такой Высокий бордюр Ну, то есть Грубо говоря Он попой Так он на него присел И обходят они меня И троем Ну, опять же То есть Было два ножа Один шмонает Я стою Вот Сейчас камера не видит Ну, вот Грубо говоря Он где стонул Где камера Да Вот Стоит Чарли Вот друга Два ножа И гопает Я Это вертушку Хотел сделать Сделал половину Только И Ну, что Дал копотину Свалил Ну, а с другой стороны Потом Ну, конечно Возвращается Дружище Чарли Потс попал На Airpods И на Мобилу Я Подбежал к охране Говорю Нас гопнули А им вообще Пофер Ну, понятно Ну, просто пофер Кудикалы Такси Ну, они, наверное Еще по-английски Не говорят Может на козой языке Или на еще каком-то Они там Ага Дальше Приходит Чарли Такой Броу What the fuck, man I can't believe it Ну, дальше у нас Пошел такой стресс Особенно Когда ты подойти В тот роковой Для ребят день Я находился На балконе Не помню Что я там делал По-моему Проверял запаску Или просто курил Наблюдал за птичками Я люблю созерцать Вот когда Дрыщ убежал Они этого азиата Заставили Приспустить шстаны И начать Мастурбировать Только лишь для того Чтобы убедиться Что тут больше на них Не зол Что тут больше На них Не зол Ну и все Вот так Так гопнули Мне стыдно С одной стороны Что я не впрягся А с другой стороны Два ножа Ну и что Или гайзь Бой Соль Прошу Тогда попали бы На два телефона Не нужно Тут геройствовать Поэтому Дамаски расслабились Расслабились Я был просто с корешем Я посмотрел Песен Выпуск С Варламовым Их там Кстати Вот он Гид почему-то Держал Вообще Не понятно Это какой-то бред Ну не то что бред Но вот попался Им такой дебил Нас Гид Гуляйте Аккуратнее Только аккуратнее Ну и все Дамас ему не понравился И вот иду я просто Мы зашли в подземный переход Я выхожу с подземного перехода И тут Уже просто искусственно Как грипп Вырос Такой блокпост Где с бойницами И еще там Министерство Я вот так Выхожу снимаю И слышу Арабская речь пошла Ну в мой адрес И какой-то чел В спортивном костюме Через Через забор Ну-ка стой Стой Он убегает ко мне Покажи что-то снимал Он ему показал Он там просто дебилизом Я действительно снимал Подземный переход Все Три-четыре минуты Там на русско-арабском Поговорили Он типа такой Ладно, хорошо Я тебя отпускаю Я спускаюсь Обратно в подземный переход А с другой стороны Ждет меня друг А друг Он такой лысый С такой бородой Ну ладно в шортах С другой стороны Но он такой весь Волосатый И лента пулеметная Вот так висит Ну да И мы с ним вместе Воссоединились И идем И он увидел Что у нас было Несколько Он просто опять Перебегает И так хватает И ну что-то на арабском Ну-ка пошли Пошли Ну все У нас вытягивает А у нас Благо У нас были Паспорта Все-таки В этой стране И тут Выходит Чейк Восемь Наверное Где-то так К нам говорят Давайте телефоны Разблокируйте Телефоны Ваши паспорта Достают паспорта Мне показывает Вот этот Такой чел Спортивки Такой Поглопник Типа На кого-то мужика Показывает Вот это Ваши паспорта Адмирал Контр-адмирал Еще Без ноги Деревяшка Нет Он показывает На попугая Глянь вот на этого По-арабски Считать Ну в итоге Давайте ваши паспорта Забрал паспорта Разблокированные телефоны Подходит Уже автоматчик Говорит Вот вы В гугл Встаньте Ну в глухой Чтобы не сбежали Вот тут Мне конечно Совсем напрягло Потому что Стоит автоматчик И вот К стене вставайте И глаза завязывают По типу Да И еще Ребята Вот в спортивных костюмах Стоят Телефоны забрали Паспорта забрали Руси 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 Ну он как бы Да Руси Вот это прокатило А он еще листает Другая виза Другая страница В паспорте И там американская виза Еще Он такой На нее Знаешь Детально Он воспринял Мои Вот это Был Ну на кого он не был Да Помнишь Там Распечатываете Такую бумажечку Из степля Он думал Что это Это сирийская виза Дебил Читать не умеешь Другие Буквы Пятнадцать минут прошло Выходит Ну такое Блевчон О Хабиби Хабиби Туда-сюда На воды попей А там знаешь Такая бутылка Ну видно Что они с кранами Набирали На сигареты Я не курю вообще Да ладно Что ты Расслабься Ну как там Вот так Но Я знаю Что пошел Контрпредложение Сделал Своен Можешь сфотографироваться Потому что с военными Нельзя Сфотографироваться Ну сфотографироваться С военным Ну это опять же Это у меня В серии На канале Вот типа там Как меня задержали В серии Что-то такое Ну понятно Там еще Дилетантский снимал Но вот такие Две истории Прикручились То есть Другими словами Вывод один и тот же Не расслабляйте Свои буки Из экстремального Вот что у меня было Это Ну чуть ли не авария Это ехал я Когда-то В свои голодные годы Автобусом Москва Рига Автобус Эколайнс И вот мы Уже на подъезде Границы Ну примерно Остался час Это утро ранее У всех Глаза Знаешь Как соли Насыпали Все такие В полудреме Дорога пустая Была Какое-то Летнее время Это летом было Спим И потом Слышим Только такой Мощный хлопок Пах И автобус Просто вот так Начало вилять Причем Он выехал Навстречку Вильнул Ну и резко Остановился Колесо Орманула У тебя была Кокосветка Да Во сколько Обошлось Сколько Дней Месяц Тоже много раз Я про это Рассказывал Семь месяцев И два дня Это было Обошлось Ну там Я не знаю Это там Я точно не считал Как-то Не было У меня там Какого-то Точного подсчета Ну там Примерно Не знаю Миллион рублей На текущие деньги Но учитывая Что сначала Мы ехали с девушкой Потом я ехал один Плюс еще На первый этап На первых этап Ушло Достаточно Много То есть По тем деньгам Ну не знаю Допустим Сто тысяч Ушло То есть Это три тысячи Долларов Ушло Это значит Американские Визы Сделать Потом Китайские Визы Сделать Поезд Значит До Иркутска Самолет Сразу У нас был Пекин Лос-Анджелес Потом был Лос-Анджелес Теннесси Самолет То есть Вот на это Вот на все Ну плюс там Значит Рюкзак Я купил Ну то есть На это На все Ушло С самого начала Три тысячи Долларов Ну может Вопрос На студии Наверное Первый Самый На какие Чем У нас Жизнь Зарабатываешь Что делаешь Люди Добрые Подают Да нет Ну как Всем подряд Инвестиции Крипта Да Как Все отвечают Да нет Ну это Сейчас Вообще же Удивительное Время Ну тем более Да с ковидом Можно работать Из любой точки И тебе нужен Там Ноут И интернет И все По сути То есть Ну ты умудрялся Работать Слушай Тогда Ну что-то Да Что-то Как-то Ну У меня Да Была возможность Как-то удаленно Там какие-то Эти процессы Корректировать Но Но в целом В целом Скорее нет Чем да То есть Я Какие можно Дела максимально Делегировал Вот Но Суть-то не в этом То есть Это ж Опять же Там многие думают Что там Миллионов денег стоит Сейчас например Билеты дорогие Да На самолет Вот А тогда Вопрос же знаешь Формата путешествия Ты вот приехал В Ярославль Там у вас Гостиница Ну 5 5 плюс Звезд не надо У нас 5 Звезд нет А я тогда Я жил в хостелах Мы жили причем По каучсерфингу Много где То есть Мы жили там Например В Пекине В Лос-Анджелесе Мы жили по каучсерфингу Вот И Кругосветка Сколько стран Но тогда было 19 стран 19 стран Но тогда Смотри То есть Это значит До Иркутска Монголия Китай Штаты Достаточно много Времени В Штатах Я провел Где-то С середины Сентября До почти Середины Ноября Я провел В Штатах Вот А потом Из Майами В Мексико И дальше Прошла Вся Латинская Америка То есть Где-то В Мексику Мы прилетели Где-то В середине Ноября И В конце Марта Я улетел Из Из Сальвадора Сальвадор Де Бахи Такой На севере Ну как-то Ближе к северу Бразилии Франкфурт И уже домой Про блогеров Скажи Что ты смотришь В любом случае Начнем С комплиментарного То что действительно Смотрю Ну давай так Если бы не Петенька Мы бы здесь Вообще не сидели Ну потому что Как Познакомился с Петей Он познакомился Ты мне считаешь Я в другой квартире бы жил Нет Ну Или стол Да Ну я к тому что То есть Ну Вот интересно Да Я наверное Ну Орел и Решка Понятно Начал Наверное С Собой и Решки Потом Что-то Как-то там Увидел Какого-то человека В кольцах Весь в кольцах Такой-то Нестандартный Освещал Пакистан Думаю Что Кто такой Вообще Ну нахер Переключил Потом Косово Албания Потом Северная Корея И как-то По духу По духу По Ну по духу Мне это зашло Вот И соответственно Решил с Петкой Познакомиться Поскольку Ну вот Что Петя Что ты У меня были интересны Ну вот Начал дальше смотреть Птушкина Это Как по мне Это довольно Такая инстаграмная тема Ну красивые виды Все про виды Ну я прям кайфую Скажем так Для меня Это не совсем Информативно Не совсем То что хочу Для себя Ну понятно Да Ну про что я сказал Большой респект Кого еще Вот У меня брат Открыл недавно Хотя Шоу Это Древнее Мирный Изнаком Вот я В 22 Году В январе Месяце Я только с этим Познакомился Интересно Интересно Информативно И тоже Мне вот По духу Вот Да В принципе У него только Вот как-то Юмора мало Согласен Но что-то есть У него весь юмор Это его может быть Такой легкой Неуклюжести Может быть Нерасторопности Нет Ну такое какое есть В любом случае Интересно Да 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 Это Ну и такое Знаешь Лицо такое Знаешь Ну располагающее Ну такое Детское Да Но в этом Да Такой добродушный Добродушный Ты смотришь Ну тут не будет Желочи Тут не будет Прошу прощения Дерьма Ну ты просто Посмотрел его Потом раз Этот Петьку Чтобы там Опять говно Ищите Ну так что Вот Знаешь Почему ты Местами Иногда напоминаешь Молодого Трампа Не знаю Это Это Комплимент Надеюсь Мы Встретимся Еще где-нибудь На какой-нибудь Земле Да На Африканской Да Было бы круто Ну вот И Что-нибудь Сделаем вместе Ну давай Спасибо тебе Спасибо 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 И вам Спасибо Я надеюсь Вы еще со мной Досмотрели до конца Не мучились Как-никак Первый подкаст Поэтому Не всегда все хорошо Первый блинкоман Как говорится Вот Что касательно Расписания Следующая серия Выйдет Где-то Примерно Через месяц И она будет Два в одном Про Турцию И Арабские Эмираты На мой взгляд Материал Получился Просто Огонек Просто Огонек Ну так Там Мне придется Поплатить И постараться Я думаю Вас это Порадует Так что Вот такие дела Ну что ж По классике До новых встреч